Пожалуйста, Вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Во-первых, разрешите поблагодарить Вас, Лев Вадимович, и всю петербургскую группу онкологов, которые пригласили меня на этот прекрасный форум и очень нужный форум, потому что известно, что мультидисциплинарный подход он всегда нужнее, важнее и эффективнее. И, конечно, сегодня послушав, я поняла, что помимо увиальной меланомы, о которой сейчас будет идти речь, хорошо бы еще и выступать здесь с кожной меланомой век. И вот как-то предугадывая, что ли, вот такое течение, я все-таки пару минут, минутку уделю общему, так сказать. То есть это данные нашего отдела за 5 лет, и это, Вы видите, очень большое количество больных с опухолевыми поражениями органа зрения. И Вы видите, что это большая часть поражения внутриглазные, то есть это взрослые дети, это меланома и это ретинобластома. Это поражение орбиты, 33% это опухоли орбиты, это злокачественные и доброкачественные опухоли, это поражение век и это поражение конъюнктивы, то есть слизистых. То есть Вы видите, насколько разнообразны эти больные и как их на самом деле много. Пожалуйста, обилие различных опухолевых поражений век, кожи век, да, это и невусы, это и папилломы, это кистозные, сосудистые, нейрогенные образования, это все, все эти больные обращаются к нам. И вот, пожалуйста, злокачественные опухоли век, это и БКР, да, базально-клеточные раки, это плоскоклеточные раки, это аденокарциномы и, конечно, это меланомы, меланомы слизистых и меланомы кожи. Это опухоли орбиты, посмотрите, они тоже есть как доброкачественные, так и злокачественные. К нашему счастью и удовольствию 80% это доброкачественные опухоли, но 20% это злокачественные. Итак, внутриглазные опухоли наша основная тема. По классификации это первичные опухоли или вторичные, то есть метастазы в глаз, не только из глаза метастазы, но метастазы в глаз, и у нас таких больных достаточно много. Опухоли самой сосудистой оболочки и опухоли сетчатки, то есть сосудистая оболочка – это хориидея, это хориидея, целярное тело и радужка – это все сосудистый тракт. И они бывают злокачественные и доброкачественные. Увиальная меланома – это наиболее часто первичная злокачественная внутриглазная опухоль. По всемирным данным, это 6-8 человек на миллион взрослого населения в год. Это от 2,9 до 10% всех меланом и 85% всех меланом глаза. При этом большая часть локализуется в заднем отрезке, то есть в хориидее, и меньше 5-8% в радужке. При этом монокулярные заболевания носят монокулярный характер, потому что бинокулярные опухоли встречаются очень и очень редко. Впервые описан Бартишем в 1583 год. В 1819 году Ленек представил более полные сведения и использовал термин «меланоз». И в XIX веке Вирхов, фон Грефе, Кнап, Фуч внесли свой вклад в развитие представления о меланоме. Еще раз, что это наиболее частая злокнутая и глазная опухоль, и она может развиваться как в совершенно здоровом глазу, то есть она может развиваться из имеющегося ранее невуса хориидеи, ну, родинки, как мы говорим, и околодермальный меланоз, невус ото, когда имеется меланоз кожи век, склеры и конъюнктивы. И вот эти две группы являются группой риска, потому что именно здесь очень часто развивается меланома, и эти больные должны обязательно находиться под наблюдением. По классификации. Первая стадия – это опухоль до 2,5 мм и основание до 10 мм. Вторая стадия – это от 2,6 до 10 мм, и основание до 16 мм. И третья стадия – преминенция или толщина больше 10 мм, и диаметр больше 16 мм. И еще в офтальмоонкологии есть четвертая стадия – это экстрабульбарный рост опухоли. Это не генерализация процесса, это экстрабульбарный рост опухоли. Это вот очень важный такой нюанс. Ну, не буду останавливаться долго на клинической картине. Абсолютно разнообразные формы, более пигментированные, менее пигментированные. Это узел внутри глаза. Он локализуется или в хорейдеи, в сосудистой оболочке, или в радужной оболочке, или в целярном теле. Вы видите, что совершенно разные формы. Вот она более пигментированная. Причем, обратите внимание на оранжевый пигмент. Вот это единственный патагномоничный симптом для увиальной меланомы. А здесь вот сосуды внутри ткани. И чем сопровождается увиальная меланома? Безусловно, это отек, отслойка сетчатки, это кровоизлияние на поверхности сетчатки. И, соответственно, вот здесь вот не очень хорошо видны кровоизлияния. Но вот здесь вот видны лучше. То есть клиническая картина очень многообразная. И очень часто, особенно при беспигментных формах, приходится дифференцировать опухоль от других дистрофических или воспалительных заболеваний глазного дна. Вот картинка экстрабульбарного роста опухоли. Вы видите, вот здесь вот прорастание через склеру. Вот темный очажок там виден. Ну а на нижней картинке это то, что выявляется во время операции. Мы выявили вот такой экстрабульбарный рост. И при запущенных случаях вот такие больные в наше время тоже встречаются. И люди ходят с этим и не обращаются к врачу с одной стороны, а врачи не обращают внимания на них. Это с другой стороны. И вот такой экзофтальм, при котором люди думают, что это, ну, что-то такое непонятное, тоже встречается в наше время. Конечно, это уже в поздней очень стадии. Вот радужка. Все мы ее видим. И врачи очень, она, радужка, доступна для обследования. И при этом мы встречаем в наше время вот такие запущенные случаи. Это пигментное, вот здесь анулярное поражение радужки с левой стороны, на левом слайде. Вот основной узел и множество мельчайших отсевов. Вот эта меланома в углу передней камеры, то есть она распространяется по углу. И здесь еще одна большая меланома. Вот она вся. И опять же отсевы. Ну, это вот на разрезе уже морфологическая картинка меланомы. Здесь со сложнее мнениями катаракта. То есть при таких формах в радужке развивается, вот на верхний слайд, вы видите помутневший хрусталик. То есть клиническая картина очень разнообразная. А жалобы при этом практически абсолютно такие же, как у обычного больного, который приходит к глазному врачу. На что жалуются больные? Ну, ухудшение зрения могут жаловаться. На метаморфопсии. То есть появляются искорки перед глазом. Ну, иногда завеса, жалуются на завесу перед глазом. Это уже когда есть отслойка сетчатки у человека. И, в общем-то, и все. Врач смотрит больного как обычно? С узким зрачком. И что он видит, он ничего не видит. Потому что, если это не поражение радужки, то с узким зрачком на глазном дне можно увидеть только диск зрительного нерва. Вот он, диск зрительного нерва, он виден. И, в общем-то, чуть-чуть центр, больше ничего. И именно в этом вся трудность нашей поздней диагностики. Потому что треть больных приходит к нам в третьей стадии заболевания. Потому что нет активной диспансеризации и профилактических осмотров. И именно поэтому разработан целый алгоритм обследования больных, для того, чтобы выявить опухоль и подтвердить именно наличие меланомы. И, в первую очередь, конечно, то, что я сказала, осмотр в глаза с широким зрачком. А дальше уже это ультразвуковые методы исследования. Пожалуйста, вы видите, это БСК, обычный Б-режим. И мы видим на картинке вот это обычная классическая форма чечевицы меланомы на глазном дне. То есть и ультразвуковист должен дать нам толщину опухоли и диаметр основания. На втором снимке мы видим грибовидную форму. Это более тяжелая форма такая заболевания. Потому что облучить вот такой объем на узком основании бывает очень трудно. Ну и третий снимок – это такой диффузный характер роста. И, конечно, ультразвук мы очень любим, еще и потому, что есть сейчас современные ультразвуковые технологии. То есть различные доплерография, ультразвуковая биомикроскопия, которая позволяет нам точно сказать, есть опухоли, это меланома или не меланома. Какой основной признак? Основной признак – это наличие опухоли, наличие сосудов, наличие сосудов внутри опухоли. Вот когда ультразвуковит пишет нам, или мы сами вообще, наши врачи сами ходят и смотрят, и выявляются сосуды в ткани опухоли, это фактор, который говорит о том, что перед вами меланома. Это очень важно, потому что ни при одном воспалительном очаге или дистрофическом очаге сосудов в очаге вы не выявите. А здесь они есть. Какой еще метод активно используется? Флюорсцент на ангиографии. И тут очень важно обследовать больного на поздних стадиях, потому что именно через 40 минут после обследования при наличии остаточной флюоресценции, то есть накопления флюоресцина в ткани опухоли, вы можете говорить о том, что это злокачественная опухоль. И еще один метод, очень широко используемый сейчас, это лазерная оптическая когеретная томография. Она называется сетчатки, но современные уже томографы, они позволяют исследовать их рейдею тоже. То есть мы получаем срез сосудистой оболочки. И вот такая вот элевация сосудистой оболочки, вот здесь хорошо она видна, говорит о том, что у вас опухоль не сетчатки, а именно сосудистой оболочки, и что это меланома. Ну, естественно, там есть определенные признаки, которые мы учитываем при диагностике. Для чего мы используем компьютерную томографию? Для исследования склероувяльного кольца. Вы должны знать, есть прорастание опухоли за пределы глаза или нет. Это очень важный фактор для диагностики, вообще для тактики лечения. Еще один метод, который мы используем не так часто, но достаточно регулярно, это тонко-игольно-аспирационная биопсия. И вот здесь разные картинки. И вот на второй слайд, снизу, слева от вас, это меланомная клетка с двумя большими ядрами в цитоплазме. То есть, имея хорошего цитолога, вы можете поставить при необходимости диагноз у виальной меланомы. Итак, переходим к лечению. Лечение, с учетом того, что достаточное количество больных приходит на поздних стадиях, к сожалению, не обходится без удаления глаза. И это важный метод, потому что оставлять больного с огромной опухолью внутри глаза и ничего не делать нельзя. Опухоль живую надо все-таки тогда уже вместе с глазом удалять. Но все последние, вообще, уже сколько лет, 40 лет в этом году нашему отделу, и все 40 лет наш отдел разрабатывает методы органосохраняющего лечения. Потому что, это я скажу чуть позже, потому что сейчас уже доказано, что органосохраняющее лечение способствует более длительной, хорошей выживаемости больных. Энуклеация не является радикальным методом. Просто это вынужденная операция, когда у больного болит глаз, когда у больного еще что-то происходит, и это просто вынужденная операция. А все остальное лечение направлено на сохранение глаза больного. Ну, про энуклеацию я уже сказала. И тут очень важна техника удаления, потому что эти операции должны, в общем-то, проводиться в специализированных клиниках. И абсолютными показаниями для удаления глаза являются вторичная глоукома, слепой глаз, гемофтальм. Иногда желание больного, между прочим. Вы знаете, такое тоже бывает, когда больной, особенно пожилого возраста, ему трудно доезжать до нас. Хотя лечение бесплатное для этих больных. Я хочу подчеркнуть, это кватируемое лечение все. И они говорят, нет, мы не можем, давайте удалять глаз. А вот все остальное, это уже органосохраняющие операции. И одна из таких операций, это лазерное разрушение опухоли. И в последние годы мы используем транспопулярную термотерапию. Это метод, основанный на инфракрасном излучении. И используется при небольших меланомах, начальных. Вы видите, что есть парамокулярная меланома. Вот здесь я вам покажу. Просто как-то светло у нас получается. Вот она, опухоль. А вот здесь, видите, такое более темное пятнышко сверху, это макула. Это тот центр, которым глаз видит. И поэтому для нашего больного очень важно не только разрушить эту опухоль, но и сохранить зрение. И вот этот метод позволяет разрушить опухоль. Причем метод очень серьезный. Там опухоль награбевается до 45 градусов. До 45, то есть мы у нас на глазах, мы ее сжигаем элементарным образом. Допустим, тут вот написано, что это потенцирует, во-первых, можно сочетать с лучевой терапией этот метод. И тогда у нас получается сэндвич-терапия такая. Мы с одной стороны облучаем его, со стороны склеры облучаем, а со стороны зрачка мы ее разрушаем с помощью лазера. Ну и очень хороший этот метод у тяжелых соматических больных, когда невозможно дать наркоз больному. Ну вот здесь вот показано, как проводится вот это лазерное разрушение. Вы видите, что мы перекрываем всю опухоль и обязательно захватываем здоровые ткани, потому что есть скрытый, невидимый рост опухоли в здоровой ткани. И посмотрите, мощность до 900 мВт, температура в очаге 43-47 градусов, а экспозиция 60 секунд каждого вот этого коагулята. Ну, наиболее золотым стандартом является брахи-терапия. Брахи-терапия – это локальное облучение опухоли с помощью офтальмоаппликаторов. Это металлическая пластинка, вот внизу представлены наши радиоактивные офтальмоаппликаторы, это отечественные офтальмоаппликаторы. Они были разработаны в 1976 году, и наш отдел принимал активное участие в этом деле. И вот в этих пластиночках запаяно радиоактивное вещество. Это стронций или рутений. У нас в стране рутений в Европе, йод и палладий в Штатах. Так вот распределено. Стронций есть только у нас практически. На Западе его покупают, он еще есть в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот с помощью этих вот аппликаторов, которые подшиваются, вы видите внизу момент операции, когда аппликатор заводится под мышцу, и вот за эти ушки подшивается к склере. Рассчитывается радиологам. У нас есть свои радиологи, свои физики, которые рассчитывают дозу необходимую для разрушения опухоли. И наша цель – добиться рубца на глазном дне. И вот здесь, как раз для радиологов, я показываю процент падения дозы в зависимости от глубины, от толщины опухоли. Вы видите, что если на склере это 100% дозы, то на глубине 8 мм, даже сравнивается рутений и стронций, вы видите, как падает доза. Именно этим ограничено, лимитируется использование аппликаторов, потому что глубина пробега бета-частиц, которые вот здесь стронцы и рутений, это 5 мм. То есть мы 5-6 мм – это максимум, что мы можем взять при монотерапии. А вот если мы добавим еще в этом случае лазерное разрушение с обратной стороны, то это еще 3 мм. И вот мы получаем с вами ту максимальную возможность 8 мм, которую можно разрушить с помощью вот этих двух методов. Ну вот здесь показаны, что рутений для разрушения должен быть не меньше 140 грей на вершине опухоли, стронций – 220. И при этом доза на склере не должна превышать 1800 грей. Почему? Потому что можно, конечно, получить максимальную дозу на любой толщине опухоли, но тогда при удалении аппликатора вы удалите его вместе с глазом, потому что получите разрушение склеры. Вот и все. Склеромаляция это называется. Ну вот здесь, что мы используем при больших опухолях радужки? Мы тоже вот так облучаем опухоли с помощью офтальмоаппликаторов. Конечно, мы имеем какие-то осложнения, но они в данном случае не так значимы по сравнению с тем, что мы получаем рубец после облучения опухоли. И, конечно, я не могла не сказать про протонный пучок, который мы пользовались тоже на протяжении больше 30 лет. Наш отдел пользовался. Мы облучали больных в ЭТЭФе. Это прекрасный метод, который широко распространен сейчас в мире, и который позволял нам разрушать опухоли больших размеров. Больше, чем 8 мм, больше, чем 9 мм. Хотя осложнения там были, но все-таки это был метод, который позволял надежно разрушать эту опухоль, и метод, который не вызывал сомнений в том, что мы можем спровоцировать метастазирование опухоли. К сожалению, сейчас у нас мы лишены, потому что сгорел кабель в ЭТЭФе, и дальше будет в Димитровграде у нас протоны, то есть глазное отделение для протонов. Но мы надеемся, что, может быть, и это восстановит. Вот так происходило облучение, специальные маски, коллиматоры разработаны для того, чтобы это все можно было облучить внутри глаза. И вот вы видите, что большая опухоль, которая уменьшается, разрушается, и получается в результате, достигаем мы рубца. Итак, прогноз по лавиальной меланоме. Значит, во-первых, в результате вот всех этих методов практически в 70% нам удавалось сохранить глаза. Это очень важно. И в зависимости от того, где локализовалась опухоль, тут очень важно, не только лучевые осложнения, не только какие-то другие такси, но еще важна очень локализация опухоли. Вот если опухоль локализована в центре, вот как я показала, или она перекрывает центр, независимо, она может быть миллиметровой, зрения все равно у больного не будет, потому что разрушен тот центр, которым человек видит. И прогноз по лавиальной меланоме. Конечно, в первую очередь метастазы, это и 2% выявляются при первичной диагностике. 50% больных все-таки погибают в течение первых 10 лет с момента постановки диагноза. Это гематогенные метастазы, печень, легкие кости. Это метастазы в лимфоузлы, особенно при наличии экстрабульбарного роста. И такие больные, безусловно, требуют пожизненного динамического наблюдения. Это и глаз, и по органам. И вот мы в последние годы активно используем ПЭТ-КТМ метод для стадирования заболевания. И в общем-то в начале я даже немножко расстраивалась, потому что ни туда, ни сюда как-то не получалось. Но сейчас, по прошествии уже 2-х лет, у нас набрано около 60 больных примерно. И мы видим, что если в среднем раньше мы до госпитализации... Вообще у нас принцип такой. Мы офтальмологический институт, и мы занимаемся лечением только локальных форм меланомы. Никаких метастазов. Мы не госпитализируем больных с генерализованными формами опухоли. Все эти больные уходят в онкоцентр или по месту жительства, в свои онкоцентры. Мы лечим только больных с локальными формами. Это очень важный вот такой принцип. И вот сейчас у нас повысилась диагностика метастазов. Смотрите, среди первичных до 4%, вместе с повторными, в общем, здесь 50 больных, это 12% метастазов, выявленных на ПЭТ, КТ. При том, что все эти больные обследованы стандартными методами диагностики. И ни у кого из них никаких метастазов выявлено не было. То есть это вот важный такой момент. Что еще мы сейчас, чем занимаемся? Конечно, генетикой у виальной меланомы. Потому что именно в этом мы когда-то раньше еще дискутировали, да не просто разговаривали о том, что почему-то больные с кожной меланомой погибают больше, а вот с нашим меланомой иногда живут и 5, и 10, и 15 лет, и даже больше лет. И вот сейчас уже, начав изучение именно генетики у виальной меланомы, а мы работу эту начали где-то в 2005 году уже, мы сейчас понимаем, что, безусловно, это все зависит от генетики, от хромосомных и генных нарушений, которые выявлены. И известно давно, что наличие моносомии, хромосомы-3 в клетках свидетельствуют о неблагоприятном витальном прогнозе. Смертность в группе моносомии хромосомы-3 53,2% против 12,3% без этой мутации. И это неблагоприятно. Моносомия-3 ассоциируется с неблагоприятным течением заболевания. Помимо самой моносомии-3, мы исследовали гены ГНА и ГНА-11, которые выявлены мутацией в этих генах в 90%, что свидетельствует о патогномоничности этих изменений для аувиальной меланомы. И еще мы поняли, исследуя другие гены ABCB1 и MDR1, мы выявили отдельные мутации в генотипах СС, допустим, которые четко совершенно коррелируют с очень плохим витальным прогнозом. Из этой когорты больных многие погибли достаточно быстро после диагностики. Ну и тут еще один аспект открывается для скрининга аувиальной меланомы, но про него еще рано говорить. И вот я вам представляю, это последние данные европейского общества офтальмологов. Это мульти-международное исследование, как это, в общем, участвовало 4 континента, 11 стран. И впервые в этом исследовании участвовали... А, многоцентровое, вот вылетело слово. И впервые мы участвовали мы в этом исследовании, и я докладывала уже итоги этого исследования на вот прошлогоднем форуме. И вот вы посмотрите, что происходит сейчас. Значит, 94% больных выживают при первой стадии заболевания, это 10-летние наблюдения, 80% при второй стадии, 68% при третьей и при четвертой стадии. Это не генерализация процесса, это экстрабульбарные росты, 53% больных. Вот эти данные. То есть вы видите, это все говорит о том, что больных надо рано выявлять опухоль, и ее можно тогда лечить, и можно получать очень хорошие этапы. Ну и, конечно, факторами прогноза это клеточный тип опухоли, это размеры опухоли, характер роста, это воскулиризация опухоли, это экстрабульбарный рост и вовлечение целлярного тела, это методическая активность самой опухоли, генные нарушения и другие. В общем-то, на этом все. У меня времени мало. Ой, это картинка метастазов хориидея, но это отдельная тема. В принципе, я не буду. Я благодарю за внимание. Я хочу с учетом следующего доклада остановиться на том, что сейчас используются различные методы эндорезекции опухоли, то есть удаление опухоли через стекловидное тело, развиваются методы гамма-терапии, хирургического удаления опухоли. И мы не против этих методов, но при определенных условиях. Это авоскулярная опухоль, то есть пролеченная до того опухоль, облученная, которая действительно девитализирована, и тогда ее можно удалять хирургическим путем. Спасибо большое. Спасибо, Светлана Владимировна, за исчерпывающую информацию. И, безусловно, очень интересно. Я понимаю, что и нам она интересна, и что вы, офтальмоонкологи, тоже заинтересованы в большем контакте с нами, онкологами, потому что вы междисциплинарная организация, да, в каком-то смысле. И вам важно стать экстравертами, выйти наружу.